Для того, чтобы ваш сон был крепким, нужно правильно просыпаться. Модрящий душ, лёгкий завтрак – это то, что позволит вам чувствовать себя бодро. А сейчас берите карандаши, берите блокноты и записывайте за мной очень интересный рецепт завтрака. Сегодня я буду готовить завтрак «Бенедикт». Это французский завтрак, который состоит из тостов, из жареного бекона и яйца пашот. Всё это поливается голландским соусом. Ну а начну я с приготовления яиц пашот. Как они готовятся? Я думаю, что многие из вас знают. Это яйца в мешочек, которые варятся без скорлупы в кипящей воде. 2 литра воды довёл до кипения. Потом в эту кипящую воду добавляю пол чайной ложки соли. На 2 литра воды нужно будет добавить 2 столовые ложки уксуса. Вы можете взять яблочный уксус, либо 6-процентный. Для чего добавляется уксус? Для того, чтобы когда вы будете варить здесь яйцо, консистенция белка была однородная, нерванная, не такая рассыпчатая, она должна держать форму. Для этого добавляется уксус. Как только вода закипела, нагрев нужно будет уменьшить до минимума. Итак, смотрите, перемешиваю для того, чтобы был вот такой вихрь из воды. И только сюда, в эту воронку, я выливаю яйцо. Очень быстро. Посмотрите, и продолжаю перемешивать. Для того, чтобы белок не расползался по всей воде. И пока это яйцо варится, а вариться оно должно в течение 2 минут, не более. Нам самое главное достичь того момента, чтобы желток остался сырой. Итак, берем сковородку, нагреваем ее и быстренько обжариваем бекон. Бекон мы обжариваем до хрустящей такой корочки. Посмотрите, предварительно я также обжарил тосты. Взял обычно белый хлеб и с двух сторон обжарил на сухой сковородке. Посмотрите, корочка должна образоваться, а внутри тосты должны быть мягкими. Это очень важно. Вы не должны их есть, чтобы они были слишком жесткими. Как только вы понимаете, что яйцо готово, вы берете вафельное полотенце, кладете его на тарелку. И потом шумовкой аккуратненько достаете яйцо пашот. Посмотрите, оно вот такое нежное. И желток еще не пропекся, не сварился, остался мягким. Посмотрите, даже заметно. И теперь это все кладете на полотенце и продолжаете готовить следующее яйцо. Опять делаем водоворот. А я начинаю обжаривать бекон на сухой сковороде. Вы можете для завтрака Бенедикта не использовать бекон. Вы можете взять, допустим, слабосоленую семгу. Вы можете взять, допустим, кусочек форели и обжарить немножко на масле. Потом вы можете взять, допустим, кусочек мяса. Свежий, тоненько порезать и обжарить быстренько с двух сторон и сделать с колопинью. Это все положить на тост и также все это подать с яйцом пашот. Итак, смотрите, теперь я беру помидоры, нарезаю вот такими кружочками и выкладываю все это на тосты. Посмотрите, бекончик обжарился. Теперь выкладываем его сверху на кружочек помидора. Так, сочненький получается, румяный. А я хотел бы обратиться к Константину и узнать, полезно ли такое яйцо пашот. Ну, само яйцо, безусловно, да, поскольку оно сохраняет все полезные вещества и микроэлементы. Не всякого сомнения. Более того, оно готовится без масла. А в принципе, по большому счету завтрак, конечно, бекон, яйцо, белый хлеб. Ну, я бы, скажем, от бекона как минимум отказался все-таки. Да, Константин, это все очень калорийно. Но я думаю, что французы этот завтрак любят не зря, потому что он придает силу и энергию на целый день. Ну, а я продолжаю делать яйца пашот, опять вороночки, яйцо, раз. И сейчас я хочу приготовить соус для того, чтобы подавать этот прекрасный завтрак. Возьму столовую ложку дижонской горчицы. Посмотрите. Один желток. Добавляю горчицу. И потом постепенно начинаю вливать оливковое масло. Все это потихонечку начинаю взбивать. И по чуть-чуть подливаю масло. Вот получается у меня такой домашний майонез. Выкладываем соус на яйцо пашот. И, конечно же, здесь не обойтись без свежей зелени. Смотрите, я беру листья салата и выкладываю их на тарелку. Легкий завтрак готов. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, Александр. Соблазнитель, искуситель. Путин, самое главное, чтобы там был сырой желток. И когда вы надавливаете, он должен вытекать. Попробуйте, вытекает он? Вытекает, смотрите. Правда. Значит, мы приготовили яйцо пашот правильно. Саша, очень люблю яйцо пашот, но дома никогда оно у меня не получалось. Сегодня узнала ваш секрет, и надеюсь, теперь у меня получится такой же вкусный завтрак. Уверен, Надежда. Самое главное, это успевать крутить и делать водоворот. Александр, вы знаете, я очень люблю яйца с мятку, но когда варишь в скорлупе, даже если очень четко выверить время, да, то в зависимости от качества яйца, иногда яйцо варится все равно чуть быстрее, чуть медленнее. Но вот так вот уже точно гарантированно, мне кажется, оно всегда сварится с мяткой. Очень вкусно. Очень. Спасибо. Я не знаю, Саша, что тут вымерять и вымерять. Я точно знаю, что вы сделали, значит, это будет вкусно. Это я уверен всегда. Спасибо, как-то. Hasan, Саша. Поэтому очень вкусно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok